Министр внутренних дел по Чувашской республике Сергей Семенов встретился сегодня с журналистами и рассказал об итогах деятельности ведомства за 2014 год. Количество каких преступлений в Чувашии снизилось и почему, узнаете из следующего сюжета. По раскрытию преступлений Чувашия в 2014 году была признана лучшей в Приволжском федеральном округе. В нашем регионе количество преступлений снизилось на 2,6% по сравнению с 2013 годом. Меньше стало убийств, грабежей, побоев и вымогательств. А вот наркопреступлений и мошенничества стало больше. Речь идет прежде всего об искусственных наркотиках, о спайсах. Немного, немало. В целом было зарегистрировано 950 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Что если в абсолютных цифрах говорить, на 172 факта превышают показатели прошлого года. Мошенничества, совершаемых в сфере высоких технологий. Это похищение денежных средств с банковских карт клиентов. Разными ухищрениями. Либо методом сканирования, либо методом применения скиммеров, так называемых, считывающих банковские карты. Либо методом представления себя сотрудниками банка и с просьбой предоставить номер банковской карты. К сожалению, сколько мы об этом не говорим, но находятся люди, которые, будем так говорить, покупаются на эти уловки. И этих людей, к сожалению, очень много еще. Соответственно, после предоставленной информации, денежные средства похищаются. По словам министра, система видеонаблюдения «Безопасный город» сыграла весомую роль в раскрытии преступлений по свежим следам. В местах, где таковые системы установлены, либо вообще не совершается правонарушение дорожно-транспортных, либо они минимизированы. Безусловно, а поскольку они были установлены в местах, так называемых очагах аварийности, все это не могло не сказаться, в общем-то, в целом на оздоровление этой ситуации. Но, тем не менее, к сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в нетрезвом состоянии, выросло и составило плюс 33% или 204 ДТП, совершено лицами в нетрезвом состоянии. Вот этот вопрос нас беспокоит. Борьба с нетрезвыми водителями в России и в республике, в частности, выходит на новый уровень. С июля 2015 года штраф за повторное появление на дороге в нетрезвом виде увеличится до 300 тысяч рублей. Кроме того, пьяным за рулем могут грозить принудительные работы и лишение свободы сроком до двух лет. Изменения в законе, уверяют полицейские, помогут навести порядок на дорогах. Марина Рябцева, Евгений Анисимов, Республика.